Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Профессор Латвийского университета Андрес Дейнич у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот вы всегда пытаетесь всесторонне анализировать ту ситуацию, которая у нас в экономике, в народном хозяйстве происходит. Вот сейчас мы знаем, что новое правительство, а именно господин Каллинч, премьер-министр, провозгласил капитальный ремонт финансового сектора. И все это происходит как бы на фоне исполнения, необходимости исполнения этих рекомендаций Мунивелл. Да, и уже сначала, я так понимаю, боролись нерезидентами, дальше это все продолжается. Вот как вы это все оцениваете? Потому что вроде звучит все красиво. Борьба с отмыванием грязных денег, вот чуть ли не какое-то финансирование терроризма. Вот с этим надо бороться. Да, ну вопрос абсолютно ясный, потому что я каждый день бизнеса, и знаю, что люди думают, люди бизнеса. Я думаю, что это трактовка закона, анти-моне-лоун-рынг закона по обновлению денег, искоженная. Потому что сегодня что происходит в банках, известных банках, как Светбанк, происходит, что закрывают просто счета для предприятий, для местных предпринимателей, для местных предприятий, которые... Уже не те, кто не резиденты, да? Нет, нет, нет. Те, которые работали не только 10 лет, но и больше здесь, на нашем рынке, и закрывают беспордонные счета и указывают, что если вам не нравится, можете подыскать себе другой банк, где открывать счет. Конечно, люди думают, где и как, потому что все условия до того были выполнены, и они были приемлемы в течение десятилетий. И сейчас оказывается, что все по-другому. Я думаю, что наша финансовая система в целом, в Латвии, не отличается от других финансовых систем в других странах. Я думаю, те же самые правила игры, те же самые законы действуют. А то, что господин Каренч выходит лозунгом, что будем ремонтировать финансовую систему, это не так. Финансовая система достаточно стабильна. Если бы были, если бы были какие-то признаки, небольшие, скажу, все зависит, как трактует. И все-таки надо думать, как развивать бизнес, не то, что уничтожить бизнес, потому что люди думают, где открывать не только счета, в какой стране открывать бизнес, и уходят. Несмотря на то, что все показатели говорят, что наша экономика развивается, в прошлом году действительно развитие было почти 5%, 4-8% прирост по сравнению с предыдущим 2017 годом. Но это совсем по-другому выглядит в настоящем, скажем, бизнесе, где люди занимаются ежедневно. И эти условия, которые предъявляют не только банки через фуктука, указания, но и служба госдоходов, как трактует свои внутренние законы, они вообще неприимлемы для развития бизнеса. Потому что и там бизнесмены должны платить налоги с тех сделок, которых вообще не было. И ни одно предприятие обращается ко мне просьбой помогать. И, конечно, в силах возможности, конечно, мы помогаем. Но в любом случае это тревожит. Это не только сигнал, это уже как существует система. И до того дойти даже до прокуратуры, которая скажет, ну, хорошо, здесь какие-то есть намеки или не намеки, какие-то информации, ну, пусть суд разбирается там в течение нескольких лет, даже больше, десятилетий бывает иногда. Пусть суд разбирается, а все тормозится, все тормозится. На самом деле экономика тоже, по прогнозам в этом году и следующем, будет немножко притормаживаться. Ну, это связано с тем, что, я так понимаю, еврофонды уже практически все используют. Ну, про еврофондов я всегда достаточно скептично, мой взгляд был достаточно скептичен, потому что нельзя упираться на чужие деньги, скажем так, которые, конечно, спасибо за подарок, который был выдан нам для развития бизнеса, не только бизнеса, инфраструктуры, всего социального, скажем, обеспечения, все другое. Но в любом случае это не то источник, на котором надо упор делать. Надо искать деньги, другие ресурсы, другие источники, которые в мире существуют. И, конечно, там без знаний, без инновативного подхода в рамках закона все считают, что схемы – это все плохо, это не так. Всегда надо думать, как получить дополнительное финансирование, как получить деньги для развития бизнеса и развиваться. Но это не так, что вот Евросоюз нам дал, деньги, выделил деньги, на этом мы будем операться, и в дальнейшем наша экономика только на этом будет существовать. Это не так. Надо думать глубже, надо думать шире, и надо искать возможность, которую бизнесмены на самом деле и ищут. – Да. Вот что касается действительно инвестиций, все-таки приходят к нам инвестиции помимо еврофондов? Можно вообще их найти? – Да, конечно. Есть некоторые приросты за прошлый год. Но все мне важнее не только инвестиции, но мне важнее показатель конкурентоспособности. Этот показатель характеризуется через экспорт. К сожалению, прирост экспорта за прошлый период, за прошлый год у нас был только на 1%. На 1%. Это свидетельствует о конкурентоспособности наших предприятий, конкурентоспособности нашей экономики. То, что здесь надо задумываться не только инвестиции, инвестициями, а надо, чтобы это усиливало конкурентоспособность. Конечно, очень хороший показатель, что инвестиции в основных фондах, то есть в оборудовании и в машинах, которые обеспечивают производство новых товаров, конечно, увеличиваются. За прошлые годы это было почти 10%. Это меня радует. Это действительно показатель, на котором можно увеличить конкурентоспособность нашей экономики. В целом, с другой стороны, опять возвращаясь с финансами, потому что финансы это показатель всей экономики. В финансовом секторе, к сожалению, произошло снижение, спад на 7% по сравнению с предыдущим с 2017 годом. В 2018 году был спад финансовый сектор на 73%. Это опять тревожный сигнал. Еще тревожнее, если брать абсолютных цифрах, по моим данным, которые я имею, они неофициальны. Уплыв денег в банках и счетах у нас в стране составляет за последний год 9 миллиардов. Это почти, что будет, это не то, что почти, это показатель, который равен бюджету нашей страны. 9 миллиардов ушло. И не только нерезидентские, и другие деньгушки. Я думаю, что... Принял радуется, говорит, хорошо, грязные деньги ушли. Ну, я не думаю, что все грязные. Это не совсем правильно. Так мысли, что все деньги, которые уходят, это грязные. Конечно, недопустимо, как это происходит буквально за эту неделю несколько моих клиентов обращались, которые удивляются, что у них нерезидент партнер, и из-за этого должны закрывать счета банки, конкретно Светбанк. Это недопустимо. Это наоборот надо сигнал тревоги поднимать, потому что это тревожно, потому что если не будет денег здесь на месяц, тогда не будет развития. Конечно, должны заботиться, чтобы деньги были доступны, конечно, чтобы приходили наши экономики, наоборот, все деньги ушли, уходят. Конечно. Если мы еще говорим, наверное, про очень важный фактор, он связан, наверное, с рабочей силой. Сейчас я от всех предпринимателей слышу, что просто нехватка и специалистов, и тех, кто вот нагрян разнорабочих. Я уже давно об этом говорил, что в любом случае мы должны привлечь дополнительную рабочую силу. И многие политики сопротивляются этому, но это неизбежно. По моим данным, у нас в стране 20 тысяч незаконных работников, которые работают здесь. Это гастарбайтеры. гастарбайтеры. Около 20 тысяч, которые работают здесь, на нашем рынке. по существу, да? Да, да. Так это надо легализировать и надо, конечно, принимать. Если в Евросоюзе есть три признака существования, это денежные переводы через границы, это трудовые ресурсы, то есть рабочая сила может выбирать, где работать и куда. Да, свободное движение. Свободное движение, да, финансовых ресурсов, рабочая сила. Конечно, все это очень важно, чтобы это было. И все равно нам придется больше и больше привлечь гастарбайтеров. То есть все эти разговоры о том, что вот как многие говорят отдельные политики, вот надо своих возвращать, которые уехали. Это, конечно, красивый лузунг. А как ты их вернешь? Нет, всегда мне это очень курьезно. Программы оказались те программы, которые по возврату наших наших граждан программы по реиммиграции наших граждан как возвращать обратно. Это достаточно курьезная программа. Надо смотреть социальные обеспечения с такими заплатами и социальными, как мы можем конкурировать. Конечно, конечно. И обеспечения социальные, которые имеют наши граждане за границей, которые уже не наши граждане, скажем так. И, конечно, надо думать по-другому. Если это полмиллиона наших работает за границей, то есть надо думать, как привлечь обратно и откуда-то, ну, скажем, нет, полмиллиона, но несколько, пару сот тысяч. Да. Это точно? Да. Потому что программы, которые Рейл Болтек невозможно реализовать без дополнительной рабочей силы из-за границы. Да, вот, кстати, вы хорошо упомянули эту программу Рейл Болтек, это действительно масштабный проект, львиная доля европейских денег, сотни миллионов. А где взять людей, чтобы все это реализовать, даже на латвийской территории? На латвийской территории не хватает уже сегодня. Не то, что, когда начнется проект реализоваться, это в 21-м году, тогда до 21-го года нам всем надо обдумать, как привлечь необходимую, необходимую, подчеркиваю, необходимую рабочую силу. И, конечно, лучше, если из ближних стран, которые наши соседи... Которые приедут, поработают и уедут. Да, конечно, и не надо бояться этого. Это, наоборот, это только поможет и конкуренцию на рынке труда увеличить. И уже сегодня уже не хватает, и из-за этого возрастает заработный плат, и тут не существует экономический закон, что производительность труда должен расти быстрее, чем заработная плата. Потому что априорно надо всем платить, несмотря какая производительность. Это может давить по нашей экономике. Это не только давит по каждому предприятию, потому что рентабельность это опять показатель конкурентоспособности предприятия и страны. Рентабельность падает. Рентабельность падает. Потому что они вынуждены повышать заработную плату соответствующие налоги. Я вижу, что есть и звонки. Во второй части будем их принимать. Небольшая пауза на новости и рекламу. Андрей Деннич у нас в студии. Профессор Латвийского университета. Не переключайтесь. Микс Добрый день. Профессор Латвийского университета. Андрей Деннич на студии. Мы говорим об экономике. Все-таки на ваш взгляд какие должны быть приоритетные направления в латвийской экономике? Потому что да, у нас есть национальный план развития, но такое ощущение, что он особенно не работает и уже все забыли о том, что он вообще был принят в свое время. Это хороший вопрос. Что это за документ вообще? Я всегда очень скептичный. Я помню, что когда была разработка, я как руководитель центра экономических исследований, мы с профессором Калвинчевым, профессором Волковым и еще группа профессоров дали предложение об 248 изменениях в начальном варианте. 248 Если вы увидели бы, какое было начало, первая версия этого плана, тогда это не то, что удивление, это вообще недоразумение для меня было. Вообще, что такое лирическое, такой лирик можно написать. И никогда не считал эту бумагу, скажем, документов. И даже не стоит время терять. Конечно, действительно стратегия развития государства на 20 лет нужна. Но вы спросили, какие есть эти направления, которые должны, какое направление должна идти экономика. Экономика сама показывает, какое направление, какие отрасли развивать. В первую очередь, конечно, мы видим, что как бы там подсчеты не велись, как и в статистике, которые указывают, что строительство увеличилось на 21,8% за один год, за 2018 год по сравнению с 2017 на 21,8%. Как бы ни считали статистику или там банк, или там статус управления и финансовый эксперт, это однозначно показывает, что есть развитие. Однозначно. значит, мы должны обратить на это внимание других организаций, институциях. В первую очередь, в первую очередь, учить студентов, учить учреждения обучения, высшее образование, высшее образование, специальное образование и так далее. Вот это IT-технологии, видимо, Да, Нет, это второе, я хочу сказать. Да. И показывает, статистик показывает тенденцию, конечно, на что мы должны обратить внимание, это, конечно, информационные технологии и коммуникации. Опять, надо, у нас не хватает специалистов, надо это брать во внимание в образовательных учреждениях, чтобы, действительно, это дефицит ликвидировался в течение, скажем, там, 50-летнем периоде. Потом, должны обратить внимание на то, что показатель по гостиничным, по туризму тоже увеличивается и должны обрязать специалистов, специалистов учить в этом направлении. Так что эти отрасли, по-моему, есть основные, которые задают тон нашей экономик строительства, информационной технологии и коммуникации и гостиничный сектор, туризм, будем называть туризм. И вот это во всех, конечно, транзит, но транзит сокращается из-за того, что, в первую очередь, Россия идет другими путями, транзитными путями, не через Латвию. больше на Азию ориентироваться. Азию ориентироваться на свои местные порты. И это надо брать, и это учитывается, конечно, специалисты этой отрасли. Знать, транзит, конечно, нельзя исключить из всех этих отраслей. Вот четыре отрасли есть, на которых мы должны упор делать и в дальнейшем. Конечно, все строительство, все как будет, это все зависит, какие проекты будут, но если не будет, если не будут исполнители, которые могут внедрить эти проекты в жизнь, тогда не будет и строительство, и других отраслей. Да. Коммуникация, это совсем по-другому, это можно работать через интернет и все это общаться независимо, где находишь, это совсем другое, это, конечно, надо, это прогрессивная отрасль во всем мире, это показывает, что это, это, конечно, очень важное в нашем государстве, в нашем народном хозяйстве. Да. Вот что касается налоговой системы, мы знаем, что сначала все говорили, какая замечательная, прекрасная налоговая реформа, теперь уже новое правительство говорит о том, что, ну да, что-то тут совсем не то, уже многие люди вообще остались должны в результате этой налоговой системы. Пенсионер, пенсионер. Пенсионер в том числе, да, потом те, кто работают больше на одной работе, потому что применяли к ним всюду 20% ставки, а надо было 23%. В общем, получился хаос и паника. Все задолжали, хотя честно платили налоги, и теперь уже думают, как вообще видоизменить эту реформу. Я не буду возвращаться в прошлое. Я помню, когда мы беседовали с тобой здесь, это год или полтора, год назад, когда как раз эта система начала внедряться. Я помню, что вы... Это не система. Надо понимать, если идет речь о реформе, тогда надо думать о реформе налоговой системы. Налоговую систему реформировать нельзя в течение двух месяцев. Это политические установки здесь не играет. И сегодня мы видим, видим, в чем реформа, кавычках. Да. Кавычках реформы. Действительно, смешно, если пенсионеры, которые получают фиксированную пенсию ежемесячно, остаются в долгу государству, которое само считает налог для пенсионеров. Как это может быть? Правда, там небольшие цифры, но для пенсионеров и 5, и 10 евро имеет значение. И как могут быть долгой? Это уже резонанс, резонанс, это индикация, что за реформа. Не будем говорить о том, что происходит, что на самом деле, если есть отрасли, где просто нельзя заплатить все налоги, которые требуются по закону, это система виновата. Надо заново действительно реформировать систему. Система была только одна. В 92-м году, когда Асташенко и Кодволин, эксперт, буду называть их экспертом, финансовую отрасль, создали систему. А потом политики начали менять отдельности каждый налог, там, понемножку, побольше, оказывается, что вся система искаженная и не работает, не функционирует. И сегодня продолжение там. Ну, где мы видим, как приплыв иностранных инвестиций. Если бы была здесь предпринимательская среда, и одно из условий, это, конечно, налоговая, стабильная, прогрессивная, в том смысле, что развивается бизнес, налоговая система. А здесь думают, как только закрывать бюджет, который априорно, априори установлено, и потом идти, где собирать, какими налогами, это все неверно. Это никогда не будет работать. И еще призываю всех задуматься о действительно реформированной новой налоговой системе, которая развивала не только отдельные предприятия, но всю социальную нашу базу, которая дала стабильность нашим жителям, и, конечно, через развитие бизнеса. Это первая очередь, на чем надо, надо приглашать здесь экспертов, надо изучать налоговые системы, которые существовали, в тех странах, в которых эта система была очень стабильная в долголетнем периоде, и такие страны есть, и не будем скрывать Сингапур, Хонг, Китай, и там можно целый ряд называть. Я думаю, что не правы те, которые говорят о том, что вы понимаете, но мы Сингапур. Почему нет? В чем отличается? В чем в 92-м году Сингапур, скажем, 40-х, скажем, 70-х, отличие Сингапура от Латвии в начале 90-х? Практически нет. Никакой. Никакой. И по территории как-то схожи. И где находится Сингапур в своем развитии, к сожалению, где мы находимся. Я даже скажу, если была соответствующая налоговая система, которая дала повод инвестировать иностранных, иностранным кредиторам и иностранным инвесторам, тогда у нас было совсем другое положение. Сейчас иностранные инвесторы, к сожалению, уходят. Как Вы думаете, все-таки возможно какое-то улучшение экономического сотрудничества между Латвией и Россией? Ведь санкции, мы понимаем, что есть санкции, но во-первых, там не во всех они областях, а во-вторых, все-таки не навсегда, но рано или поздно как-то эти санкции будут отменены? Как бы там ни было, надо, конечно, исторически я как латыш понимаю все очень хорошо это, но я тоже жил определенное время в России, в Санкт-Петербурге, где заканчивал аспирантурой, мне очень много друзей там и все спрашивают почему политические отношения так чисто в таком такой среде очень хорошие у нас отношения и в десятилетии, ну, конечно, в первую очередь и очень хороший показатель для всех прибалтийских стран визит эстонской эстонской президент эстонской президент Кавиа Путину это уже показатель потому что Эстония очень похожие отношения чисто психологически имела и имеет до сих пор но надо ломать эту психологию в любом случае потому что с соседями надо дружить взаимно, конечно, не только тогда это не дружба а взаимно быть в хорошей отношении и это в первую очередь это очень важно для нашей страны очень для всех и конечно это дело политиков как это можно было улучшить я никогда не считал что только Россия как большая страна виновата в том что у нас скажем не очень эти отношения политические на должном уровне я думаю что у нас были возможности чтобы эти отношения были намного лучше есть конечно исторические моменты но надо думать как немножко так эластичнее эластичнее да вот очень часто такие вопросы на нас задаются что вот вы тоже в начале передач напомни что все-таки есть экономический рост и довольно значительный сейчас постепенно замедлене есть но тем менее есть экономический рост и даже в этот момент я так понимаю что государство правительство особых накоплений не делает да и мы фактически живем видимо одним днем ну я не буду считать я не считаю что это одним днем это отклик тех политических решений которые даже Домбровский принимал да сегодня насчет пенсионных фондов да все пенсионные системы которые были направлены на погашение внешнего долга да большого и потому эта система премиал второй пенсионный да и эта система пострадала не то слово что пострадала это отклик тех решений и я думаю что в принципе должны быть привлечены привлечены эксперты скажем так умы со стороны не только внутренне политические но эксперт которые могут дать свой и должны дать свой вклад в этом направлении в этом деле как дальше развиваться конечно нужна программа которая была долгосрочной которая была утверждена законом и которая там не менялась с новым правительством с новым политиком с новым саймом и так далее на долгосрочную перспективу но для этого должны быть должен быть виден ресурс не то что на два месяца в течение двух месяцев надо разработать новую новую систему это смешно со стороны если как специалист это смешно даже это призыв вот у нас сейчас реформа у нас новая система нет этой новой системы новая система тогда надо знать что под себя имеет слово система но не буду сегодня трактовать это слово когда действительно новая налоговая скажем цифра налоговая все положения все в целом должно быть заново разработано помните реформа в здравоохани ну чем закончилось это меня удивляет потому что я иногда действительно встречаюсь с этими как это по-русски сказать не сделанными делами это просто удивляет почему нельзя было эту новую систему которая называется эвеселый здоровье которая можно было потрачено и не работает да ну здесь здравоохранение конечно там очень сложно во всех странах есть это не буду сегодня об этом говорить это отдельный разговор но в любом случае если говорить о целенаправленном развитии страны тогда программа долгосрочная должна быть никаких политических установок чисто нейтральных экспертных установок на долгий период времени это я считаю на 20 лет должна быть это те которые сейчас существуют там начинает называть программы там 20-40 ну это достаточно смешно и курьезно надо быть должны быть должны наши светлещие умы должны сесть и работать несколько лет чтобы такую систему такую программу сделали и на основе это могли работать без политических указаний без изменений направлений правительства и тому подобное может быть такой последний вопрос вот все-таки что нужно как бы сделать государстве так вот как вам кажется что все-таки не знаю вернуть доверие и бизнесменов и инвесторов не знаю к латвийской экономике чтобы они не думали как перевести свой бизнес в ту же Эстонию что нужно сделать это должны в первую очередь знать политики что и учесть что стабилизации предпринимательской среды это не только на словах и не каких-то там показухах будем так сказать это во-первых они должны понимать суть сущность что и как из чего исходит экономически и если будет образование соответствующее и подготовка тогда и можем начинать говорить о развитии экономики в первую очередь должны вернуть оптимизм то что у нас действительно прекрасная страна и не сомневаюсь что у нас прекрасные люди здесь живут и специалисты должны быть соответствующие государственные установки и государственные управления чтобы все это было действительно в жизнь в обличчину Андрей Сделевич нас был в студии и большое спасибо День в день Час в час Минута в минуту Радио Полком